Армения Колыбель цивилизации – одна из передовых и развитых стран Древнего мира. Это первое государство в мире, провозгласившее христианство официальной религией в 301 году. Столица Армении – Ереван, город, который старше Рима на 29 лет, основан в 782 году до н.э. В 406 году Майстрюк Маштодь создал армянский алфавит и начал перевод Библии на армянский язык вместе с католикосом Сааком Партевом. В средневековой Армении центром армянской культуры и науки являлись университеты. Наиболее известными из них – Кладзорский, основан в конце XIII века, и Татевский, основан в конце XIV века, где наряду с теологией преподавались все известные к тому времени светские науки. Крупнейшее в мире хранилище рукописи Матенадарян создано на базе национализированной в 1920 году коллекции рукописей Ичмиадзинского монастыря. Матенадарян на древнеармянском означает книгохранилище. Наряду с 13 тысячами армянских рукописей здесь хранится более 2000 рукописей на иврите, латыни, арабском, сирийском, греческом, японском, персидском, русском и других языках. В Матенадаряне представлен уникальный календарь рукописи из 104 пергаментных листков весом 19 граммов. Рядом хранится и книга-гигант весом 28 килограммов, которую спасли от гибели две армянки. Бежав от резни во время геноцида, они разделили ее пополам и унесли с собой. Армения, звенящая огнем и кровью. Армения, непобежденная судьбой. По словам Осипа Мандельштама, Армения – это книга, по которой учились древние люди. В жизни армянского народа образование традиционно занимало особое место. И естественно, что после провозглашения независимости Республики Армения, 16 мая 1919 года состоялось торжественное открытие «Альмаматор Армении». В первый учебный год в университете действовал один – историко-языковический факультет. В 1936 году в университете было уже 8 факультетов. В 1938 году на факультете филологии было открыто отделение русского языка и литературы, а в 1976 году – факультет русской филологии. На сегодняшний день в университете 19 факультетов и более 13 тысяч студентов. На всех факультетах университета преподается русский язык. И не случайно, что первый русский центр фонда «Русский мир» был открыт в Ереванском государственном университете в январе 2008 года. За прошедший период русский центр посетило более 60 тысяч человек. Целевая аудитория центра – студенты, школьники и дошкольники. В русском центре проводятся курсы русского языка, кинолектории, круглые столы, читательские конференции, творческие вечера и литературные встречи. Отмечаются все памятные даты, организуются выставки, акции, методические семинары. Мы, активисты русского центра, приветствуем участников 8-й ассамблеи русского мира. Желаем вам просторной работы, хорошего настроения и приятных впечатлений! И приглашаем вас всем в Армению! Редактор субтитров А.Семкин